Мы с вами продолжаем плейлист «Первая тысяча финских слов». Сегодня я постараюсь разобрать 10 слов, поэтому будем побыстрее, без пауз. Первое слово – это слово «Улица». И давайте зададим вопрос. На какой улице ты живёшь? Ты живёшь? Следующее слово – это слово «Далеко». И давайте снова зададим вопрос. Далеко ли вокзал? По-пински дословно это будет «Есть ли вокзал далеко?». «Онко аseма kaukana?». И можно ответить «Да, он далеко». «Есть ли он далеко?». «Есть ли он kaukana?». Или «Он довольно далеко?». «Айка kaukana?». «Он довольно далеко». «Эй.» «Он близко lähellä». «Онко аseма kaukana?». Да, это очень далеко. Нет, это не далеко. Слово номер 27. И это слово пулт. Пулт. Каукосядин. Каукосядин. В учебнике вам не дается никаких примеров с этим словом. Но первое, что мне приходит в голову, какое предложение чаще всего с этим словом в нашей голове появляется, это где пульт. Давайте его переведем. Миша он. Каукосядин. Ну или он можно в конец перенести. Миша каукосядин он. Где пульт? Миша каукосядин он. Вот здесь часто между миша и каукосядин еще какие-нибудь ругательства вставляют. Но мы не будем их вставлять. И помните, пожалуйста, те, кто у нас уже не на уровне первого учебника, я знаю, что очень многие смотрят этот плейлист, хотя уже живут в Финляндии, работают в Финляндии, хорошо знают финский. Просто для повторения или потому, что я вообще сейчас мало снимаю и смотрят все, что я снимаю. Здесь у нас будет и мы основа, и обратное чередование. В данном случае D поменяется на D. Давайте прям пропишу, какая будет основа. То есть если в пульте, например, какая-то ошибка, да? Каукосядин мэсса. Каукосядин мэсса. Он, я тайн вига. Каукосядин мэсса. Дальше. Но слово номер 279 красивый. Кауниш. И вернемся на урок назад. У нас уже было там предложение, включающее это слово. Затем они смотрят или наблюдают, любуются красивым морем и танцуют с Барри на маленьком танцполе. Они это Ханна и Педро. Ситтен. Они. Смотрят, если долго, то это не Кацуа, это Кацелла. Кацелеват. Поэтому я и захотела повторить. Дальше. На красивое море Кацуа, Кацелла требует партить его. Кауништа, Мэрта. И слово Мэрри здесь тоже исключение. Не нужно делать гармонию гласных, не нужно ставить умляута. Мэрта пишется без умляута. Кауништа, Мэрта. И танцуют в Барри на маленьком танцполе. Кауништа, Мэрта. И танцуют в Барри на маленьком танцполе. Кауништа, Мэрта. И танцуют в Барри на маленьком танцполе. Слова номер двести восемьдесят. Это слова магазин. И давайте спросим. Сначала на чём? На чём ты едешь в магазин? И у нас, например, была Улла в одном из текстов аудио, где она шла в магазин пешком. Вот как сказать? Я иду в магазин пешком. И вот слово пешком, это будет кавелин. Это как дея причастия. Обратите внимание, как пишется, ну и, соответственно, так же и произносится. Выучите, пожалуйста. Если же, например, вы живёте на острове, то вы можете ходить в магазин на лодке. Давайте используем глагол кавелин. Мы посещаем магазин. Если глагол кавелин, то уже нам нужно окончание са. С глаголом кавелин всегда используется окончание са. Слово в иной севе. И получится кавелин. Каупаса. Слово лодка. Вене. Нам нужно сказать на лодке. Слово заканчивается на э, поэтому сначала удваиваем э, и потом уже добавляем окончание ла. Каупаса вене ла. Следующее слово. Да, и обратите внимание, что здесь произошло чередование. Две п поменялось на одну п. Следующее слово, номер 281. Это друг, товарищ. Обратите внимание, у нас сейчас все слова на ко. Так, какое вы знаете слово на ко в значении товарищ, друг. Кавери. Ну, сразу вспоминается сказка про Карлсона, где он говорит малышу. Ты лучший в мире товарищ, малыш. Как вы это скажете? Лучший в мире друг, лучший в мире товарищ, это будет Майлман Парос Кавери. Ну, и чтобы это обращение было к малышу, давайте еще добавим. Пик Кувери. Синолет Майлман Парос Кавери. Пик Кувери. Это когда он ему пистолет давит. Но он на самом деле в вилле то же самое говорил руле. Поэтому, в общем, неважно. Слово Кавери это товарищ. Следующее слово, 282, это кухня. Кейтё. Кейтё, кухня. И возьмем очень простое предложение из текста. Мякелы сидят в кухне. В русском языке на кухне. В финском языке в кухне, по внутренним падежам. И обедают. То есть, едят обед. Мякелат. Сидят в кухне. И штуват. Кейтёшься. Почему здесь нет чередования. Потому что нет такого дифтонга ИО. Это разные слоги. ТИ и Э. Да? А чередование у нас только в последнем слоге происходит. Вообще, в словах на ИО у нас нет чередований. Кейтё. Кейтё. Сидят в кухне. Сидят в кухне. Сидят в кухне. Это слово Кейтё. Слово Кейтё может использоваться и для национальной кухни. Например, финская кухня. Шоума Лайнен Кейтё. Итальянская кухня, которую все любят. Италия Лайнен Кейтё. китайская до японская в общем все это будет со словом кейте следующая это помощник по кухне не знаю насколько важно это слово но она в учебнике приводится я его решила тоже привести кейте apu line может быть тот захочет устроиться на работу помощником по кухне это не высококвалифицированный труд то есть что там чистить картошку и какие-то другие овощи убираться мыть посуду это все делает кейте apu line и они часто требуется я когда в интернете нашла три красивых столовых прибора там ложка вилка из дерева да и было написано в качестве рекламы три стильных помощника по кухне и давайте вот это словосочетание это даже не предложение а словосочетание давайте его переведем три корма дальше стильных слова стильный это тюликаш тюликаш и после числительного у нас всегда партитив поэтому кормы ты уликаста и нам нужно сказать помощника тоже в паркете а пулайста напоминаю как у нас получается партитив условно нэн для простоты запоминания для тех кто не хочет погружаться в грамматику можно просто откинуть окончание нэн и добавить 100 но это не совсем правильно правильно это говорить то что у слов на нэн есть две основы гласная и согласная то есть мы знаем что все слова на нэн изменяются на сэ вот эта основа кейте а пулайся но это гласная основа видите на конце э а есть вторая основа согласная она заканчивается на эш кейте а пулайся и как у всех слов на с мы добавляем партитивное окончание так как у всех слов на согласную до которые заканчиваются вот отсюда получается 100 но это конечно сложное объяснение кому сложно кто не хочет в это вдаваться тот может просто запомнить убираем нэн добавляем 100 колми турика что кейте а пулайся следующее слово 284 это слово суп до этого была кухня а теперь суп но не очень похоже кей то ну и здесь для разнообразия я вам принесла один большой абзац это по моему 17 упражнение в 8 главе в новой версии не помню какое упражнение в старой версии сразу будет несколько предложений в каждом встречается слова суп так как сейчас осень мы можем поесть суп как вы это скажете так как кошка нют он секше очень подходит нам нют он секше кошка нют он секше можем поесть суп но так как это айна сана мы ставим его в партитив кей то обратите внимание с глаголом вой да второй глагол идет в инфинитиве как по-русски можем поесть так же войны сюда не нужно делать войны сюда я встречала такие варианты это неправильно войны сюда кей то дальше мне нравится грибной суп минапидан и сразу вспоминаем что глагол пита требует окончания ста элатива поэтому будет си и не кей то что и помним очередование слова кей то две т но когда мы добавляем окончания ста остается одно т т-те тени кей то что но я знаю что маргет не нравится это что это маргет это имя не нравится и пида и это это местоимение ше нам нужно поставить его с окончанием ста потому что глагол пита это будет форма сиита много объясняют в курсе финский язык до автоматизма наверняка многие знают кто не знает партий тебе будет сита с 1 и а с окончанием ста имеет вот такую форму с двумя и сиита вот такие дан это маргет и пида сиита размышления я дословно вам привожу из текста думаю что сделаю луковый суп с толстыми думаю что сделаю это тен луковый суп сипуликеит то что значит это паутолеивы а что у нас получилось как это называется ты -си что у нас почитаешь когда ты -си 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 Здесь уже элатиф, потому что гогол питает. Мутатедан это маргит эпидасита. Лулен это тэн сипулекейто. Это снова у нас айна сана, поэтому снова партитих. Пахтолейван канса. И наконец слово номер 285, последнее на сегодня. Это слово печенье. И здесь у нас включаются ложные друзья переводчика. Вы можете знать это слово и по-другому его переводить. Это слово кекси. Который конечно очень похож на нас кекс. И все это можно есть с чаем, можно употреблять на десерт. Но все-таки кекси это печенье. И давайте переведем такое простое предложение. Я возьму кофе и пару печеней. И теперь вернемся к началу. Я вам буду читать все по-фински с паузами. И вы в паузе можете все это повторять. Кату. Кату. Millä kadulla sinä asut? Kaukana. Onko asema kaukana? Joo, se on aika kaukana. Ei, se on lähellä. Kaukosäädin. Missä kaukosäädin on? Kaunis. Sitten he katselevat kaunista merta ja tanssivat baarissa pienellä tanssilattialla. Kauppa. Millä sinä menet kauppaan? Minä menen kauppaan kävellen. Käymme kaupassa veneella. Kaveri. Sinä olet maailman paras kaveri, pikkuveli. Keittiö. Mäkelät istuvat keittiössä ja syövät lounasta. Keittiöapulainen. Kolme tyylikästä keittiöapulaista. Keitto. Koska nyt on syksy, voimme syödä keittoa. Minä pidän sienikeitosta, mutta tiedän, että Margit ei pidä sitä. Siitä. Siitä. Tämä siis lutsut sinut. Siitä. Hmm. Luulen, että teen sipulikeittoa paahtoleivään kanssa. Keksi. Otan kahvia ja pari keksia. Suomen. Nämä. 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 Minun . Minun . Китат.